Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь. Из беседы на Евангелие Святого Апостола Иоанна Богослова, Святого Ана Златоуста. Если мы будем постоянно упражняться в чтении и слушании Священного Писания, то будем в состоянии достигнуть своего спасения, узнаем и правые догматы, и жизнь добродетельную. Хотя бы кто был крайне упрям и непреклонен, и ленив, хотя бы прежде он не приобрел никакой выгоды, при всем том, в настоящее время соберет плод и получит какую-нибудь пользу, хотя и не такую, что мог ее чувствовать, но все же получит. Если тот, кто приходит в мироварницу и сидит в подобных заведениях, невольно проникается в благоухание, то гораздо более тот, кто ходит в церковь. Как от бездействия рождается ленность, так и от упражнений появляется усердие. Поэтому хотя бы ты был исполнен бесчисленным множеством грехов, хотя бы ты был нечист, не убегай из здешнего собрания. Но что ж скажешь, если я слушаю, но не исполняю? Немалое приобретение и это признать себя достойным сожаления. Не бесполезен и этот страх, не бесплодна и эта боязнь. Если только будешь сокрушаться о том, что слушая не исполняешь, то непременно придешь когда-нибудь и к исполнению. Кто беседует с Богом и слушает беседу Божью, тому невозможно не получить никакой пользы, ведь мы тотчас же поправляем на себе одежду и умываем руки, как только хотим взять Библию. Видишь ли, какое благоговение еще прежде чтения? Если же мы со вниманием и читать будем, то приобретем великую пользу. В самом деле, если бы это чтение не приводило душу в благоговение, мы не стали бы умывать рук, сверх того жена, если она не покрыта, тотчас надевает покрывало, представляя этим свидетельство своего внутреннего благоговения, а муж, если голова его покрыта, обнажает ее. Видишь ли, как внешний вид бывает провозвестником внутреннего благоговения. Потом, исевшись слушая, человек часто вздыхает и осуждает свою настоящую жизнь. Итак, будем внимать к Писаниям, возлюбленные. И если не другое что, то, по крайней мере, Евангелие, да будет для нас предметом особенного внимания, да будет всегда в наших руках. «Ведь только что откроешь эту книгу, тотчас увидишь пред глазами имя Христова, и тотчас уж слышишь слова. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святаго». Матфея 1, 18. «А кто услышит это, тотчас пожелает девства поделиться рождению, отрешиться от земли. Немаловажно и то, что ты увидишь Деву, сподобившуюся Духа, и Ангела, беседующего с нею. Между тем это пишется еще в начале. Если же ты будешь продолжать чтение до конца, то тотчас отвергнешь все житейское, и будешь смеяться над всем земным. Если ты богат, за ничто почтешь богатство, когда услышишь, что она, обрученная плотнику, и происшедшая из смиренного дома, соделалась матерью твоего владыки. Если ты беден, не будешь стыдиться своей бедности, когда узнаешь, что Творец мира не устыдился беднейшего дома. Помышляя об этом, ты не станешь похищать, не будешь лихаимствовать, не станешь брать того, что принадлежит другим. Напротив, скорее сам сделаешься любителем бедности, и будешь презирать богатство. А достигнув этого, ты избежишь всякого зла. Далее, когда увидишь Христа, лежащий в яслях, тогда не будешь стараться украсить свое дитя золотом, или устроить для своей жены серебряное ложе. А не заботясь об этом, ты не станешь из-за этого лихаимствовать и похищать. Много и других выгод можно получить от чтения Святого Писания, которых нельзя теперь пересказать в подробности, но их узнают те, которые сделают опыт. Посему умоляю вас, и приобретать книги Святаго Писания, и усвоять себе мысли их, и начертывать их в душах. Иудеям повелено было привешивать книги к рукам, а мы даже и не на руках, а в доме полагаем их, тогда как надлежало отпечатлевать их в сердце. Через это мы очистим себя в настоящей жизни и достигнем будущих благ, которых расподобимся все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего и Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу вместе со Святым Духом Слава ныне и пресно и во веки веков. Аминь.